Доброе утро, друзья! Мы приехали в Казани, к храму всех религий, то есть этот храм объединяет все религии, как ислам, буддизм, ендаизм, христианское строительство храма было завершено в 2013 году, хановы построили семейство хановых, надо подробнее изучить, почитать в интернете. По правой форме у меня находится река Волга, дорогая река, но кажется, что это вообще какое-то озеро, вот, наверное, тоже можете видеть. Хочу вообще перейти в ту сторону и как-то как-то подблизиться, но экскурсионная группа находится в Казани, потому что это уже однажды, два дня назад, значит, происходило. Этого не хочу больше делать, и группа немножко может как-то обижаться, но вот, в общем-то, вот там вот, в общем-то, это очень интересное место. Была с вами достаточно раз для этого построена. Это, в основном, построено без государственного участия на своего рода пожертвования, какие в основном храмы, какие религиозные, митры, которые открываются на народное пожертвование. Вот какой-то беспокойное питание. Плывет, как будто это какой-то КамАЗ, какой-то дом придает. Вы знаете, как вам доказать нужно? Там, там, где я сказал, что нужно нахать отбросить. Вдруг? Какой-то просто кафе. Очень классный. Похоже, наверное, на кафе. А там, как вы знаете, можно видеть, что здесь есть. Вот, кто-то здесь можно увидеть. На храме можно увидеть и Крест-Крестанский. А здесь можно увидеть и европейские куполы. На тех куполах выше можно увидеть полумесяц, обращенный в сторону Ближнего Востока, точнее, к Санкт-Петербургской Аравии и к Мекке. Ну, вот так вот сейчас. Отсюда мы будем держать путь на Свияжск. Опять же, отмечаю Свияжис. Можете подробнее в интернете прочитать. Это такое, по ту сторону, как сказали, реки Волги. Это такой вот монастырский комплекс, в общем-то. Вот некоторые туристы переходят вот на эту сторону, наверное, чтобы обеспечить более качественный взор на храм. И я тоже хочу туда пойти, чтобы вы имели возможность посмотреть подробнее. Ну, он выглядит вот так. Напоминаю, что это видео оригинально, значит, вы видите с канала SamTV YouTube. Или американцы называют YouTube. SamTV YouTube в интернете. SamTV YouTube в Сочи даже на этом. И самый главный мусульманский знак, символика, это полумесяц. Ну, посмотрим сейчас внутри. Проходите, пожалуйста, а то вы сейчас на съемках уже известны факты, да? Были факты потерь. Мужчины наши, насколько двое вас? Я не знаю, двое ли нас. Я не знаю, кто с нами. Ну, вот тут вот есть такие удобные. Смотрите, эти лавочки элегантные, тяжелые. Да, обычные. А сюда заходить? Да, можно, да. Вот так вот. Вот тут вот более, значит, икона Божьей Матери. А я же напоминаю, что это во всех религиях мы находим сейчас. Горос. Божьей Матери Как сангвистика? Как сангвиник и холерик, да? Спокойно и вот, мерзкий и спокойно, а кто-то бушует, да? Тот бешеный! Это в ютубе будет? Нет? Что? Ну то, что вы говорите. Нет, это только для вас. Итак, Тот это значит у нас бог мудрости, наука и магия. И, кстати, интересно, что у инвестиций наука и магия были в одном русском. Ну что? Ну что тут какие-то восточного характера, понимаете? Что может быть что-то монгольское, может быть что-то китайское. Вот это все объединяется вот в такие вот образа, но что-то это все-таки какое-то образа, понимаете, мархоябовского типа, да? Вот в иллюстрациях, да? И в иллюстрациях можно увидеть и услышать. Это шето-восточный стиль. Вот, что сделано. Видите, вот тут, смотри. Да, это просто было. Да, это просто было. Короче, можно думать страстный? Нет. А теперь, ты знаешь, спокойнее. А теперь, ты знаешь, спокойнее надо. Ну, типа, я, 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 я. И, для меня, я, 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 я. Ну, здесь вот некоторые проектины, фотографии, все, что сохранилось, собственно, сделала. Вот видите, фотография, как это все начиналось. А вот этот дом, срок, пяти стенек, в котором мы, собственно, и находимся, на территории, в которой мы находимся. Вот это мама Ханова, может быть, кто-то это из ребят. То есть вокруг вот этого дома нарос вот этот вселенский храм. Пятистенек частично сохранился там. То есть часть сохранилась, но там сейчас жилая зона, спальня, столовая, рабочий кабинет Эльбиза. Вот как все вот это здесь начиналось. С левой стороны документальный фильм про Эльбиза, про его работы, про его деятельность. Ну, у нас времени нет, мы поэтому с вами, в принципе, в интернете можно тоже посмотреть. Это зал, посвященный... Дождем? Это зал, посвященный православию, да? То есть вы видите иконы здесь, тоже мозаика, изображение Иисуса, изображение Богоматии. Вот этот весь зал расписал Ильгий Станок. Он же иконописец по просьбе брата и дару, где написал все иконы. Вот это его работы. Сам Ильгий Станок, здесь он на фотографии. Он награжден вообще органами первой и второй степени имени Андрея Рублева. РПЦ, Русской Православной Церкви. Ну и часто туристы тоже спрашивают, а как это так? Он же таталин. Церковь наша, ну не наша, а церковь православная, да? Она же не принимает работы, она просто не примет ни иконы, ни иконостасы, если ты не принял веру. И он говорит, ну, как я вам скажу, что это тоже мне очень нравится, он говорит, что я человек мира. И начинает читать молитву. Видишь же, самая главная молитва в каждой религии. Христиан все очень наш, у кришнаитов, в буддизме, в исламе. Вот он это все читает. Он говорит, я человек мира. Я думаю, что в свое время, скорее всего, он все-таки принял православие, там соблюдал, причащался и так далее. Поэтому его иконный РПЦ признает, освещает. И вот все Яшкино, может быть, увидим, если храм не закрыт. В Кремле, в Благовещенском соборе тоже его работы. Не знаю, я вам не говорил, там экскурсовое время. Он очень известный комитет.